Еще больше жителей МРИЛ станут получать финансовую поддержку от государства. С 1 апреля ежемесячные денежные выплаты будут предоставляться тем льготникам, доход которых не превышает 18 тысяч рублей в месяц, а не 13 тысяч 440 рублей, как это было ранее. Напомню, что в доходе будет учитываться пенсия и заработная плата в случае, если льготник работает. К получателям выплаты, которых коснется нововведение, относятся ветераны труда, труженики тыла, репрессированные и реабилитированные жители республики. Подробнее о нововведениях в следующем сюжете. Региональным льготникам с доходом ниже 18 тысяч рублей в месяц право на получение ежемесячной денежной выплаты нужно подтвердить. Для этого необходимо принести в Центр социальной поддержки по месту жительства соответствующие документы. Критерий нуждаемости 18 тысяч рублей. Здесь учитывается у нас, что только пенсия и зарплата. Пенсию, значит, нашим клиентам ходить не нужно в пенсионный фонд, потому что мы берем из базы пенсионного фонда размер пенсионных выплат. Но если гражданин работает, ветеран, который будет претендовать на ежемесячную денежную выплату, он должен принести нам справку за последние 6 месяцев, предшествующий месяцу подачи заявления. К ежемесячной денежной выплате, если клиенты наши, ветераны труда, региональные льготники, имеют стационарный телефон, радиоантенну, им тоже будем компенсировать эти меры социальной поддержки. В Центре предоставления мер социальной поддержки населению на улице Советской и Шкаралы работа организована так, что сдать документы можно как в живую очередь, так и по предварительной записи. Запись ведется в кабинете номер 39, можно записаться по живой очереди, придя к нам в наше учреждение, и можно записаться по телефону 42-91-51. Но в среднем в день по записи принимаем около 60 до 70 человек, по 10 минут на человека расписан прием. Для того, чтобы к нам подойти, нужно иметь с собой паспорт, удостоверение ветеран труда, нужно иметь трудовую книжку с НИЛС пенсионной и копию трудовой книжки. Если человек имеет льготы и пользуется телефон, антенна, радио, то обязательно нужно с собой принести оплаченную квитанцию за телефон, оплаченную квитанцию за антенну, а радио входит где телефон, в эту же квитанцию. Для подтверждения права на ЕДВ у региональных льготников еще есть время. Если документы будут предоставлены до 1 апреля, выплаты начнутся в срок. Но вообще прием документов предусмотрен до 30 сентября этого года. Деньги не пропадут. Будет начислена и выплачена вся сумма, положенная с 1 апреля. Но вот если документы предоставить после 30 сентября текущего года, выплата будет начисляться с даты их подачи. Продолжение темы в наших следующих выпусках. Расскажем, где и как оформить право на получение компенсации проезда в общественном транспорте обладателям государственных наград республики и пенсионерам, которые не имеют никаких льгот вообще.